Я не знаю, как вы будете говорить, но дело в том, что с академиком Гинзбургом точно будете говорить. Во-первых, вы с ней... С флажковой сигнализацией. Да. Во-вторых, он Нобелевский лауреат, и вы тоже крупная величина во всех отношениях. Дурно участь в школе, вы не способны поддержать разговор даже какой-то там теоретической физики. Значит, в отличие от вас, Татьяна Никитична, я в школе училась хорошо. Как же это вышло, что я могу поддержать разговор теоретической физики? Типа, вы занимаетесь теоретической физикой, а вы не можете поддержать этот разговор. Очень просто, потому что вашу тупую голову, если что, врубить, оно там навеки останется. А я к знанию очень восприимчива, поэтому у меня лишние файлы стираются, а новые записываются. С тех пор у меня записалось много новых файлов. А у вас нет? У вас как осталось, это что-то равно МЦ квадрат. Е. Вот. Е. Е, женщина. Е. А мы вообще не будем профессиональные темы затронуть? Да, затроньте. Пожалуйста. Нет, я на вас надеялась, матушка. Это же вы из семьи физик, а не я. Совершенно верно. Между физикой и теоретической физикой огромная разница. Разные вещи. Вы хотите сказать, что вы и об этом обладаете рядом с видением? Голубушка, я отличаю экспериментальную физику от теоретической. У теоретической физики есть высшая математика, а экспериментальная физика немножко другая. Вы гнетете меня своей эрудицией? Да. Я вижу, как вы согнулись. Эрудиция такая вещь. В руках опытного профессионала... Нельзя унижать другого человека своими знаниями. Можно скручивать его в бараньи руках. Здравствуйте. В эфире программа «Школа злословия». Её ведущая. Вот одна из них. Авдотья Андреевна Смирнов. А вот другая. Представляете, я её не буду, вы сами знаете, какой её зовут. А в гостях у нас сегодня лауреат Нобелевской премии Виталий Лазаревич Гинсбург. Аванс. Как аванс? Похлопли авансом. Ну, мы вас прежде всего поздравляем. Дело в том, что когда вы получили Нобелевскую премию, значит, вот и у нас, у всех моих знакомых людей, которые физику не отличают от химии, в принципе, не то чтобы понимать, что там у вас происходит, значит, было такое счастье и такая радость, как будто мы вас родили, вырастили. Да, вы знаете, это неожиданное для меня тоже явление, и к этому очень большое внимание. Я с вашего разрешения хотел бы как раз начать, чтобы немножко развеять это увлечение. Развеять? Зачем это? Я вам сейчас скажу, что я хотел сказать. Давай. Ну, действительно, ну, это премия, ну, не буду уж говорить много о Нобеле и так далее, все это знают. Премия присуждается с 1901 года, и она действительно очень престижна. А в Швеции ее чрезвычайно ценят, им скучно, я так понял, когда там сейчас был. И это у них такое национальное хобби такое, в это время приемы там всякие, они ходят с всякими с орденами там, а нам нужно во фраках обязательно быть и так далее. Я буду говорить конкретно о премии по физике. Значит, это комиссия Шведской Академии Наук, 5 человек входит в Нобельский комитет. Этот комитет рассылает, ну, вот, 2000 в прошлом году, в этом году было разословано, на 2004 год я слышал 3000 предложений физикам всего мира. В России посылают, скажем, по физике порядка 175, ну, сейчас, вот. И эта самая бумага, которая присылает сверху, strictly confidential, и кроме того, специальный еще бланк, где написано, мы вас просим, ни с кем это не обсуждать, ни на каких советах, и не сообщать даже тем, кого выдвигаете, и друзьям не сообщать. Ну, это, конечно, чепуха, люди более-менее сообщают. Ну, ой, слушай, что я прислали. Ну, вообще, по идее, это делается действительно конфиденциально, и предлагает этому количеству людей предложить своих кандидатов на следующий год. Кандидатам, может быть, сколько угодно, но премию можно дать не больше, чем троим. Ну, вот, к моему удивлению некоторому, присылают, все-таки, процентов 15 опрошенных. В 2002-м было выделено 275 человек. Комитет должен из 275 кандидатов выбрать не больше, чем трех. Причем не больше, чем по двум темам. Что это значит, что можно дать, скажем, двум и одному? Можно дать вообще одному? Ну, вот такие вот возможности. Ну, ясно, что это огромный конкурс. В этом смысле. И хотя они стараются изо всех сил, но на них большой нажим. Очень вокруг желающие суетятся и варятся, и стараются на них как-то еще нападить. В общем, я не знаю этого механизма. Я в Швеции бывал несколько раз, но уже много лет назад, и сейчас 10 лет не был. И на себя лично я давно махнул рукой, меня уже лет 30 выдвигает. При таком конкурсе совершенно ясно, что человек имеет большие шансы раньше умереть, чем получить премию. А посмертно ее не дают. Поэтому я в значительной мере получил, потому что я оказался долгожителем. Мне же 88-й год. И я хочу привести пример. Например, был такой Евгений Синич Завойский, хороший физик, который в 44-м году сделал хорошее открытие, безусловно, нобелевского типа. Там есть своя специфика, что старается дать за какое-то конкретное открытие и так далее. Но, во-первых, наши не выдвигали. До 59-го года его не выдвигали. И вообще в сталинские времена вообще запретны выдвижения. Наконец, в 59-м году его выдвинули. Я сам его выдвигал два раза. Но в 76-м году он скончался возле 69 лет. Так. Так что я привожу пример. А что вы хотите развеять? Я хочу развеять, чтобы не придавали этому слишком большого значения. Я не говорю, что я зря получил. Я не буду заниматься особой скромностью. Но я объясняю, что я могу 10 раз умереть и не получить. Так что ж, я бы стал от этого хуже физиком или меньше сделал, скажем, в жизни. Поэтому не нужно этому придавать слишком большого значения. Больше я хочу сказать. Нет, Виталий Лазаревич, это вы там, пожалуйста, у себя не придавайте значения и думайте о том, какой вы физик. А вы придавайте. Потому что мы все равно не понимаем, какой вы физик. Я очень рад. Я не против, что вы придавали значение. У нас вся страна рада, что вы получили... И позвольте уж нам гордиться своим Гинзбургом. У нас, знаете, свой Гинзбург. У вас там свой. Я вам могу тоже на это ответить. Вот это то, что гордятся наши, тоже есть следствие навеянного в советские времена. Такое мнение, что обязательно Россия обижает. Вот тоже насчет Нобелевских премий. Я сам думал в свое время. Моему, надо сказать, научному дедушке был такой, академик Мандельштам, замечательный физик. Ваш отец, наверное, его хорошо знал. Так вот, он хорошо знал, но, может быть, даже рассказывал. Им не дали премию, действительно, гнусным образом в 30-м году. И я сам считал, и поскольку у нас было это распространено, мнение, что это следствие того, что антисоветское настроение Нобелевского комитета. А что же оказалось? Дело в том, что по правилам они через 50 лет после присуждения открывают архивы. Тогда можете знать, кто человека выдвигал, за что, как и что. Так вот, когда это открылось, выяснились интереснейшие вещи. Вот если разрешите, я вам эту книжку собираюсь подарить. Просто расскажу смешную историю. Я здесь написал даже такую юмореску. Правда, меня не поняли. И решили, что это не юмореска, а что я хочу Нобелевское премие получить. Но на самом деле это была юмореска. И дело в следующем. Был такой химик известный, Ипатьев. Интереснейшая личность, кстати. Он был царским генералом, ни больше, ни меньше. И в то же время, еще в 16-м году, то есть в год моего рождения, выбрали академика. Он был химиком. Видно, выдающимся химиком. Но его судьба тоже очень интересна. Он принял советскую власть, вопреки, так сказать, мнению своих детей. Взявши был активным строительным коммунизмом. А потом, в начале 30-х годов, почувствовав, что его вот-вот арестуют, он не вернулся из-за граничной командировки. И он был исключен из академии, проклят. А потом уже, теперь в период реабилитации, был восстановлен в академии. Вот такая его судьба. Так в 30-м году, или в 31-м, не помню, два немецких химика получили Нобелевскую премию как раз за то, чем он занимался. Он занимался химическими реакциями под давлением. Они так быстрее идут под высоким давлением. Так вот, у нас некий товарищ. Я с этого момента и начал интересоваться этим вопросом. В 97-м году этот товарищ написал следующее, что он не получил Нобелевскую премию, наверное, потому, что Нобелевский комитет по химии не пожелал присудить премию ученому именно из-за его активного участия в экономическом развитии России в 18-27 году. В данном случае все лишили политические пристрастия. Когда опубликовали эти аналы, выяснилось, что его ни один человек не выставил из нашей страны, хотя получилось 100 человек. И это характерно. То же самое было и с Мандельштамом и Ландзбергом. Вначале наши не выставляли, а потом в известный период вообще нельзя было выставлять. Так что не нужно обижаться, на себя нужно обижаться. Советскую науку, если кто-то обижал, то в первую очередь сами. Возьмите эту гнуснейшую Лызенковщину, например. Потому что в стальных ручьев решили, что они понимают в биологии больше биологов. И вообще, к сожалению, русским свой вот такой, я не знаю даже как определить, почему это такая странная национальная черта. Возьмите Павлов. Был достойнейший человек. Он ни одного русского по физиологии не выставил. Выставил кого-то японцев. Он получил в 2004 году. У нас какая-то такая традиция, ближних особенно не поддерживать. Не знаю, обобщать я не хочу. Но я, так сказать, сухой остаток из того, что я говорю. Ну хорошо, а когда Жарас Альферов получил на выступлении, вы были рады за него? Ну, сказать, что он был счастлив, я не могу. Но, во всяком случае, никакой ревности не было. Мы с ним политические противники вообще. Он сторонник коммунизма. Вот здесь есть специальная статья об Альферове. Он сторонник коммунистических взглядов, а я, наоборот, резко антикоммунистических. Антибольшевистских, вернее. Я, конечно, когда-то сам был тянем партии. Единственное, что меня извиняет, что я вступил в 1942 году. Как раз так совпало, что немцы вышли на Волгу. Ну, а я... И тогда, действительно, во время войны были какие-то и другие настроения. И вообще, я был слепой человек. Это очень характерно. Я вам очень советую, если вы не читали, прочесть книжку Яковлева «Сомерки». Вы не читали? Нет. Замечательная книга. У него есть омут памяти еще, может быть, предыдущая. Не жили вы не читали? Нет. Такие образованные дамы. Я был уверен, что вы все читали. Вы абсолютно необразованные и совершенно темные. Но я уже поняла, что, в принципе, значит, Нобелевскую премию дали практически случайно. Радоваться тут нечему. Дали абсолютно слепому человеку. Значит, кроме всего прочего, значит, испытывать тут никакой гордости, в общем, поводов нет. Потому что сами виноваты, что до этого не получали. В общем, глупость это ваша Нобелевская премия. Я иногда смотрю вашу передачу, правда, не всегда. Да. Но я уже понял, что с вами нужно быть осторожным. Но сейчас я понимаю, что нужно быть осторожным в квадрате. Виталий Лазаревич, хотел вот спросить вас. Как вам удалось не сесть в свое время? Что удалось? Не сесть в свое время. Не сесть? Да. Ну, это элементарно совершенно. Из-за водородной бомбы. Я думаю. Расскажите. Я женился в 46-м году. Я второй раз женат тоже уже 57 лет с половиной. Так что достаточно большой срок. Я женился на женщине с ослодой. Она до этого хотела убить товарища Сталина и сидела в тюрьме. А потом, значит, ее по амнисти... Хотела убить, в смысле, как все остальные или на самом деле? Это вообще, я уже рассказывал, настолько смехотворно. Может быть, мне даже совестно рассказывают, потому что я несколько раз об этом писал. Дело в следующем, она жила на Арбате. И ее отца посадили. И он умер, кстати, в одной камере, примерно в одно же самое время с Николаем Ивановичем Вавиловым, известным генетикой. Так вот, когда его посадили, так у них была целая квартира. То ее с матерью переселили в комнатку, которая смотрит куда-то во двор. Кстати, на дом Мельникова известный. Знаете, есть такая башня? Но КГБ этого не знала. И решила, что она там и ее приятели собираются из окна стрелять в товарища Сталина, когда он приезжает по Арбату. Кстати, характерно, когда ее реабилитировали, то офицер КГБ с понятыми приходил составить протокол, что окна выходят во двор. Представляете себе? В общем, она получила ничтожное. Ее друзья, кстати, ее ближайшие друзья-однодельцы, вы, может быть, даже их знаете, или вы сами слышали, это Фриденонский, известный киносценарист. Вот они все сидели по одному делу. Три года ей дали лагерей, но она сидела в тюрьме, потом в лагере. И амнистия в 1945 году, после конца войны, и она вот попала по этой амнистии. Но ей не разрешили жить в Москве. И у нее тетя жила в Горьком, но теперь в Нижнем Новгороде. Ее удалось прописаться тоже не в Нижнем Новгороде, а уже на другом стороне Волги. Бор там есть такой городок, или тогда это была деревня. Значит, я должен был съесть еще, во-первых, жена. Во-вторых, извините за уважение еврей. Тоже нехорошо. А в-третьих... Хорошего мало. Хорошего мало. Тут трудно спорить. В-третьих, низкопоклонник. У меня, как видите, хорошо подвешен язык. Значит, я наговорил достаточно. И на меня написали всякие там заявления. В общем, меня там начали прорабатывать. И наш... Появилась статья против меня, вместе с Жебриком, таким сотрудником Вавилова тоже, генетиком. И меня даже, наш институт, меня вывел из состава ученого совета для укрепления ученого совета. Прекрасно. Ну вот, коротко говоря, я вот находился в таком состоянии. Но в это время, к счастью, Игорь Евгеньевичу Таму, это заведующий теоретическим отделом ФИАНа, я был его заместителем, нам, значит, поручили заниматься водородной бомбой. Это было тогда совершенно тупиковое дело. Еще обычная бомба не взорвалась. Как сделать водородную, было неизвестно. И хотя Игорь Евгеньевич был меньшевик, интернационалист когда-то, сами понимаете, он мне сам рассказывал, что у него были приготовлены в 37-м году вещи, если возьмут в тюрьму, чтобы... И кроме того, его брата расстреляли в 37-м году. Потому что он был не в части, конечно, но поскольку это было малоинтересное направление, ему поручили параллельно этим заниматься. Тоже меня включили, несмотря на мои все недостатки. И вот мы с Сахарова выдвинули две идеи. Да вас послушаешь, у вас и достоинства-то в общем нет. Вас послушаешь, у вас достоинства-то и нет. Есть, есть. Все-таки, то, что допустили, тогда у меня был высокий рейтинг все-таки, потому что иначе с такой анкетой не допустили до этого дела. Ну вот, эти две идеи пошли наверх и решили делать водородную бомбу с этими двумя идеями. А меня уже не допустили на объект. Мне страшно повезло, потому что тут уже не хватило. Это была более высокая степень секретности, понимаете? Так а почему же как раз в этот момент вас не посадить? Тут-то и сажать? Нет. Ну, нужно было продолжать, и сейчас не сделано. А взорвали уже после смерти вождя. Так что не успели. Обидно. И кроме того, вообще были лучшие времена. Там уже расстреляли Берию, понимаете? В общем, я проскользнул. Понятно. А вот так, так, сейчас, с этой, с Нобелевской премией еще. Вот, значит, кроме вас, ту же премию, да? Да. В рамках одной премии получили Абрикозов и еще... И Легет. Легет. Вы получили одну премию на троих. Вы знаете, вот я еще, о Нобелевских премиях, сейчас они стали очень несправедливы еще. Вот в каком смысле. Имеется большая команда. Даже авторы статей, не то, что там техники и так далее. Сейчас очень многие вещи делаются коллективно. в науке, в физике, в химии, в медицине, в физиологии. А получают три. Это очень несправедливо. В нашем случае это несколько лучше, потому что мы получили все трое под одним названием. За пионерские работы в области сверхпроводимости и сверхтекучести. И действительно, у нас... А вам не жалко денег Абрикусову? Сейчас подождите. Сейчас отвечите. У нас нет никаких общих работ. Мы получили совершенно разные работы. В этом смысле дело не в сотрудниках. Там одного человека, правда, обошли, но тут вот другой вопрос. Он сам по себе выдвигался. Если вы заговорили о деньгах, то я вот хочу сказать, что это не нужно совершенно преувеличивать. Это большие деньги для меня, например, поскольку я, как и уверен вы, не имеете, конечно, миллионов где-то там спрятанных. Хотя мы с вами получили приемльный триумф в свое время. И нет ее больше. Съедено. На эти деньги вообще на один небольшой приборчик. Или нет? Это я неправильно говорю. Но приличные средние руки прибор. Ничего на эти деньги такого общества нельзя делать. В том-то и обида. Я из общественных вещей отдал там 10 тысяч долларов на издание атеистической литературы. Это все, что я мог общественно сделать. А остальные у меня есть вручка, есть праздники. А если бы Абрикосову не дали? Да, ну-то я бы дал не больше. Да вы бы другой прибор купили. А с насчет Абрикоса я могу сказать более интересную вам вещь. Или, пожалуй, у меня слишком длинный язык. Да ну перестаньте, вам все можно. Нет, я хочу сказать, как нас принимал президент. То есть он нас не принимал. Значит, ну мне позвонили и сказали, президент примет вас 28 ноября. Ну хорошо, я сказал. Вас и Абрикосову. А потом позвонили, президент вас. Ну он занят, действительно. Как он вообще выдерживает такую нагрузку, я не понимаю. Так почему же нас не принял президент? Потому что Абрикосов отказался приехать. Он мне там в Стокгольме-то это сказал, что его пригласили на 28. Он сказал, не хочу я приезжать. Он американский гражданин, считает себя американцем. В 92-м году я жила в Америке. И, значит, в одной из газет, по-моему, в Нью-Йорк Таймс, появилось письмо Абрикосова о том, что не надо помогать русским ученым, вообще русской науке, потому что все хорошее, что было в русской науке, оно уже уехало. Да, это я знаю. А, значит, то, что там осталось, а, так, дрянь всякая. И, понимаете, как в ситуации всегдашнего непонимания Америкой, нашей ситуации, да, всегдашнего, в ситуации, в общем, начала нового, так сказать, режима и, прямо скажем, бедности и голода, в этой ситуации появление такого письма, это совершенно возмутительная вещь. Это, я бы сказала, даже гнусность. А вот так я ему не читал. Он говорил, что ему неправильно здесь поняли, в известных его перепечатали. Я правильно читала по-английски. Это по-английски читали? Более того, там было написано, что он всегда страшно страдал, как ученый по советской власти, потому что есть было нечего, был голод. У него 70-80, об этом и речь идет. И что поэтому, в общем, там все дрянь-дрянь-дрянь, плохая страна, и, значит, ура, наконец, я с вами, дорогие американцы, я сам тоже американец. И известный вам хорошо, а мой родственник Саша Мигдал, тоже был чрезмерно возмущен этим письмом. И написал ответ. И написал ответ. И, значит, такой был протест, что все это неправда, что уж советские-то академики, которым принадлежал Абрикосов, ели за обе щеки все, что задавалось, а то нам не знать, как жили академики. И поэтому люди, которые эмигрируют на Запад, не потому, что им здесь нечего было есть, а потому, что не хватало возможности работать. И по техническим соображениям, технических приборов, и изначально. Нет, короче говоря, мы дали отпор академику Абрикосову. А вот я хочу сказать по существу то, что вы затронули. Во-первых, я все-таки как-то, я сказал, что, значит, президент меня специально не принимал, но 9 февраля как раз было заседание Совета при президенте по науке и технологии. Меня сюда пригласили, и президент, конечно, там присутствовал. И я там выступил с некой речью, которая даже была отражена в газетах. А второе, что я хотел сказать, что Абрикосов неправ по существу. Значит, как раз вот в этом докладе, который был оглашен на этом совете, у нас действительно очень уменьшилось число научных работников в стране. Уменьшилось примерно в два раза. Ну, с 91-го, я не помню, 92-го года. И это вообще обосновано, более-менее. Но вот, что хочу сказать. Из них уехало за границу только 2%. Но такой катастрофы, в смысле отъезда, конечно, нет. Это плохо, ну, это может быть сейчас не тема для разговора, плохо, что молодежь хорошая уезжает. Потому что, и вот это как раз обсуждалось там, и это легко, ну, не очень легко, это вопрос денег в значительной мере, это легко исправить. Вот у нас сейчас довольно много молодежи, но мы стараемся как-то выкручиваемся, какие-то гранты и так далее. Но, безусловно, нужно резко повысить зарплату. Виталий Лазарьевич, а можно от идиотов вопрос? Что? Что такое теоретическая физика? Теоретическая физика – это органическая часть физики, но которая, так сказать, не делает эксперименты, как, кстати, необходима. Никакого противоречия физика без эксперимента существовать, конечно, не может. Но это просто некое разделение труда. Да, причем тоже довольно новое. В 19 веке, например, даже не говоря о более древних временах, не было такой резкой границы. Одни занимались больше теорией, другие больше экспериментом. Но сейчас просто разделение труда. Огромное количество народу, сложные аппаратуры, поэтому одни больше занимаются экспериментом, другие теории. Но я просто... А что значит, это все остальное? Я очень счастлив, что я стал теоретиком. Да, просто математическим. Вы просто пишете форму. Да, ну вот вы просчете здесь просто всякие формы. Ну, я как раз, если уж говорить обо мне, я даже пошел на оптическую специальность. Я думал, что я не смогу быть теоретиком, потому что у меня плохие математические способности. Я плохо знаю математику. Что он еще и математик плохо знает. Ну, что вы портрет какой-то, вы просто не слышали, граждане. Куда смотрят паницы, кому дают Нобелевскую премию. Ну, почему я должен знать математику? У меня был комплекс неполноценностей, который когда я был очень молодым. Сейчас у меня такого комплекса специально нет. Ну, просто оказалось, что я нашел свой домен, давайте так говорить. Та же сверхпроводимость. Интересный был загадочный вопрос. Как, почему, как. Ну, вот я думал на эту тему и кое-чего достиг в этом направлении. Ну, не будем мы сейчас о физике говорить. Почему, как, что? Она не понимает, что такое сверхпроводимость. Я ей объясняла. Я ей говорю, понимаешь, послали тебе, например, с юга откуда-нибудь посылку. И там у тебя и хурма, и клубника, и дынь, и виноград, и яблоки. Пришла посылка, смотришь, одна хурма, и та ссохшаяся, и к стенкам прилипла, а больше ничего нет. Так это все потеряется по дороге. Украли. Теряется по дороге. Присверхпроводимость, ты получаешь полную посылку в чистом виде. Что мне терялось. Вот этим они и занимаются. Толку по дороге не теряются. Давайте лучше о религии поговорим. Опять. Любите вы это. Нет, понимаете, я уже жутко возмущенный, поэтому мне нужна трибуна. Я право. Нет, я сейчас объясню. Но мы же немножечко по другую сторону. Баррикад. Мне хочется одну вещь действительно важную сказать. Хочется воспользоваться. Я ни в коем случае не нужно путать. Из-за безобразного совершенно советского строя отречисляет атеистов с воинствующими безбожниками. Это то же самое, что отречислять, скажем, верующего христианина, католика конкретно, сторонникам инквизиции. Или православного человека отречислять с теми, кто вырывал языки у староверов в свое время. Совершенно разные вещи. Я ни в коем случае не безбожник. Я атеист. Это значит, что я не верю в существование Бога. И больше ничего. Но я сейчас хочу сказать о другом. Я хочу сказать о преподавании в школе. Это действительно актуальный у нас вопрос. И, по-моему, здесь имеет место просто жульничество. Я считаю, ну, извините, как-то нехорошо звучит, я считаю. Я уверен, что каждый более-менее культурный человек понимает огромную ценность, в частности, Библии. Давайте конкретно говорить. Коран я там не знаю, но Библию, слава Богу, читал. Это ценнейшее художественное и историческое сочинение. Это все понимают. Кроме того, знание Библии совершенно необходимо каждому культурному человеку, ну, потому что старое искусство. Ну, в общем, я думаю, что не нужно все это объяснять. Поэтому в школе, конечно, должно освещаться и Библию, и почитать ее неплохо, и знать, что к чему, и так далее. Совершенно ясно, что в школе нужно что-то религиоведение в каком-то масштабе. Что же сейчас предлагается сделать? Предлагается факультативно иметь основу православной культуры. Это оговорка не даром, потому что это именно та идеология, которую они пытаются навязать. Что меня возмущает в этом деле? Не, конечно, православие само по себе. Меня возмущает постановка вопроса. Факультативно. И всячески подчеркивается, что согласие ученика, а если ему до 16, то согласие родителей. Ну, а все остальные, которые родители не согласны, или они не хотят на эти уроки, значит, им не нужно вообще сообщать о Библии, о всем остальном. Ведь вот как получается. Ведь абсурдность этого должна быть видна каждому человеку, который знает таблицу умножения. Я же не предлагаю, чтобы на этих законах, простите, на этих уроках религиоведения человека убеждали, что нет Бога. Пожалуйста, верь на свою удовольствие, если ты хочешь. Ведь ни пропаганды атеизма, ни пропаганды религии, это неуместно в школе. Это убеждение человека. И вообще, кроме того, огромная разница. Вот последняя, я боюсь вас немножко заговорить, но я тоже хочу подчеркнуть, насчет веры в Бога. Огромная есть разница вера в Бога и теистическая вера. То есть, ну вот, христианство, иудаизм, мусульманство. Связаны те со с верой в чудеса. Я отрицательно отношусь не к самой вере в Бога, а к теизму. Это огромная разница. А если человек деист, скажем, ну, я не знаю, может, для аудитории нужно объяснить, что такое деист. Деист – это человек, который считает, что есть Бог, который создал все в природу, запустил ее, так сказать, но дальше не вмешивается в судьбы и жизнь людей. Вот ведь что важно. Атеисты, наоборот, считают, что есть Бог, который всем управляет. Ну, вот, на примере христианства. И чудеса. Мое отрицательное отношение к религии связано не с верой в Бога, а доказать, что Бога нет, невозможно. Как невозможно доказать, что есть Бог. Пожалуйста, верь. Мы устроены так сложно, какой-то жалкий комарик так сложный, что я вполне понимаю людей, которые считают, что так просто это не объяснить, что что-то есть, высшие силы. Пожалуйста, никаких возражений нет. Я против чудес. Вот чудеса совершенно противоречат научному мировоззрению. Нельзя считать, что не было эволюции. Нельзя считать, что человек и все животные созданы там 7 тысяч лет назад. Вот это абсурд. Я старался узнать у людей, во что они верят. Большинство верит, что что-то есть. Кроме природы что-то есть. Вот такая вот вера, я не могу ее опровергнуть, и я ее в каком-то смысле понимаю. Я даже таким людям завидую. Завидую, потому что верующим легче. Вся вера основана на страхе. Боязнь смерти, боязнь несчастья. Поэтому человек ищет скрыться от этого. Ну, Виталий Владимирович, ну вам кажется, что она основана на страхе. Ага. Вот скажите о себе. Скажи о себе. Зачем я буду говорить о себе? Нет, я понимаю. Вы выступаете против слишком большой роли церкви в жизни общества. Я совершенно согласна. Прошу, вот мы две. Нечего ей лезть туда, куда ее не просят. Мы обе верующие. Я более конфессионально, нежели татьяна. Или абстрактно. Больше я хочу понять. Это сложнее, у меня есть своя система. Это сложнее, чем вы говорите. Это сложный, долгий разговор. Это я вам могу 10 лекций прочитать. Это зрителю совершенно неинтересно. Суть не в этом. Вот я, будучи православной, я ухожу в церковь, принимаю исповедь, причастие и так далее. Тем не менее, меня-то это возмущает. Именно как верующего человека, как человека, как бы воцерквленного. Да. А вас-то что так раздражает? Пожалуйста, я вам прекрасно отвечу. Я, как я уже сказал, я совершенно не являюсь безбожником. Я полностью признаю свободу совести. И уважаю людей, искренне верующих вполне. И против всяких гонений на церковь. Так что никакой агрессии у меня абсолютно нет. Вас возмущает ущемление прав атеистов? Да. Церковь должна быть отделена от государства. И я уверен, кстати, что для будущего церкви, если вы вот так, по-видимому, человек близкий к этому, я отношусь к этому с полным уважением. Для будущего церкви нужно не идти по пути, который в царское время, слава Богу, православная церковь всем управляла. Что, какой результат? Что она спасла Россию? Нет. Поэтому церковь, это духовный вопрос, пожалуйста, это тонкий вопрос, я согласен с вами, что не место ее здесь обсуждать. Но я хочу четко сказать, что я против именно вмешательства церкви в то, что ее не касается. В то, что дети не должны подвергаться ни специальной какой-то антирелигиозной пропаганде, ни наоборот. Вы посмотрите этот учебник, я его вот смотрел, забыл фамилию, как православная культура. Это же просто, черт знает, что такое. Пропаганда, не вера как таковой, что что-то там есть. Пожалуйста, верьте в Бога. А пропаганда антинауки. Я люблю науку, всю жизнь занимаюсь наукой. Я не могу, чтобы мне говорили, что дважды два-пять. Мне все-таки кажется, что иногда пять. Пять? Можете. У меня не вклидывает голова. Я слыхала, что есть разные школы теоретической физики у нас в стране. Почему они разные? Разве наука не едина? Нет, абсолютно едина. А что тогда разные школы? Нет, ну разные, немножко разные. Нет, вот это очень хороший вопрос. Хотя Никишин не объяснял, что их три. Сейчас. Это есть некая специфика стиль. Была школа Ландау. Очень. Ландау, кстати, был замечательной личностью по-своему. Это особый разговор. Была школа Тамма, Мандештама. Немножко разные оттенки. Вот в этом только смысле. В чем отличие школы? Вы говорите, что... Нет, одни больше математизированные. Вот в этом смысле. А. А другие ближе к физике, ближе к эксперименту. Вот стиль в смысле методом исследования. Это совершенно широкий диапазон возможностей. Одни больше интуитивно, ну как в любом вопросе. Я уверен, возьмите литературу, которая вам близка обоим. Так кто литературу? Это же бездна возможностей. Возьмите те же стихи, какой огромный диапазон. А у вас кто любимый поэт? У меня особенно нет. Я вообще, у меня плохой в этом слух. Но мне нравится вот много, Анна Ахматова нравится. И вот Пастернак, который в Живаго. Сам в Живаго мне не нравится этот роман. А стихи там прекрасные, по-моему. Но я глуховат в смысле поэзии. Так что... Ко всем прочим вашим достоинствам, прибавим еще и... Да, прибавим. У вас прямо целое досье. Вы за меня наведете. Абсолютно. В конкретности выразительные. У моей жены дело было такое. Хранить вечно. А вы читали воспоминания Коры Ландау? Конечно. И как вам? Я резко отрицательно отношусь к этой книге. Почему? Ну, я прекрасно знал Ландау и знал Кору, слава богу, хорошо. Потому что это фальшивая книга. И кроме того, вообще, о таких вещах лучше вообще не писать. А кроме того, образ Ландау там совершенно неверный. Ландау был исключительно... По существу. Ну, как-то мне не хочется, вы знаете... А там он не выглядит нечестным. Нет, ну так она как-то его изображает. Потом она совершенно оклеветала Лившица. Это совершенно уже смехотворно. Что он такой скупердяй, какое-то ничтожество и прочее. Это знаете, на чем... Это я вам могу сказать, на чем это все основано. Это основано на том, что когда Ландау решил жениться на ней, Лившица ему не советовала. И она это знала. Это была ревность. И материальные какие-то интересы. В общем, не знаю, отвратительные. Это все неправда там? Нет, потому что это неправда. Там есть какие-то факты и правды. Она, правда, не написала, кто был ее любовником. А я знаю, но вам не сообщу. Вот так. А что это? А там она это замазывает как-то. Да, какой-то... Ну, Николай как-то вот... Она как-то так. Потом вам могу сказать по секрету. Скажете? Как хорошо. Наконец. Для наших зрителей это останется тайной. А хорошо ли вы церковленной даме интересоваться такими делами? Да, она нормальная. Это она так. А кто сказал, что вы церковленный и праведник, это одно и то же. Я не праведница, к сожалению. Не праведник? Нет. К сожалению, нет. Хотела бы, но... Не выходит. Ландау был замечательной личностью по-своему. Вот, может быть, вашим читателям... Вот сейчас, минуточку. У вас зрители. Вот это моя Нобелевская лекция вашим слушателям. Вот я ее начал с того, что показал портреты двух моих учителей. Вот Тама и Ландау. Угу. 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 Дело в том, что почему я это сделал, потому что они оба получили Нобелевскую премию. Я не считаю себя, что я их догнал. Они выше меня были. Но мне приятно, что в каком-то смысле... Вот я считаю их своими учителями, и что я оказался в одном ряду, можно сказать. Вы обещали, дело в том, чтобы вначале рассказать о своих немногочисленных достоинствах. Нет, я не обещал. Нет, ну как, вы сказали, что достоинства у вас тоже есть, потом скажу, какие. Скажи. Ну, это я так. Я даже не знаю, какие у меня достоинства. Вот и я теряюсь. Нет, ну я, конечно, не... Во-первых, я сам себя считаю хорошим оратором, вы знаете. Угу. Я могу держать даже по-английски. Вот мне тот же Лившинс, я вспомнил. Я где-то в Италии делал доклад, он говорил, ты все время говорил вместо «юниверс» и «юниверсити». Университет. Ага, если все время. И они все время меня слушали внимательно. Я как-то сам возбуждаюсь, и поэтому я могу держать аудиторию. Ну, трудно о себе говорить. Вы знаете, кстати, вот вы, может быть, здесь это прочли. Я считаю, что когда... Вот мне нужно узнать нового человека, скажем. Я хочу узнать четыре пункта. Я бы хочу узнать. Во-первых, его мировоззрение и, ну, атеист, скажем, или материалист, или в Бога верит, там, и так далее. Первое. Второе – политическое лицо, ну, скажем, демократ, коммунист. Третье – профессиональное лицо. И четвертое – его личные свойства. Так вот, насчет личных свойств я как раз сам хочу сказать, отвечая на ваш вопрос. Интервью вот в газетах или где-нибудь в журнале. Корреспондент спрашивает, каких людей вы не любите? Какие качества вы не любите? Какие качества вы любите? Всегда ответ один и тот же. Это абсолютная фальш. Потому что всякий говорит, что он любит, понимаете, честность, благородство, деньги ему нужны на хорошие дела и прочее. Поэтому. А сам он может быть совершенно негодяем. В общем, на такие вопросы человек не должен просто отвечать. Как может сам человек... А вы с собой в ладу или нет? Да нет, ну, сейчас я уже старый, но вообще я не из счастливых людей. Нет, это разные вещи. У меня счастливая судьба. Но счастливый человек и человек с счастливой судьбой – это уже разные вещи. У меня очень часто в жизни отвратительное настроение плохое и так далее. У меня так называемый тревожно-мнительный характер. Вот жена не пришла, понимаете, в нужное время. Я уже сейчас же выдумываю, или дочь, что с ней что-то случилось и прочее. Так что я от него не счастливый человек. Кроме того, у меня нет никаких способностей, кроме, может быть, к физике. Так что это разные вещи. А что вы хотели спросить? Я хотела сказать, что вот эти четыре вопроса, которые вы хотите ими очертить человека, они тоже что-то говорят о вас. Потому что в том смысле, что вы думаете, что этими четырьмя вопросами можно очертить человека. Нет, конечно, полностью не очертить. Нет, понятно, полностью никогда не очертить. Самого себя, никого. Вот этим хороша, между прочим, наука и физика. Они хоть что-то могут объяснить. Математика может еще больше, чем физика. Она более точная. Но физике я тоже могу много объяснить. Поговорим о том, вот интересный очень вопрос, насчет будущего человечества, так сказать. Почему я надеюсь, это, может быть, глупость вполне допускаю. Я как-то, тем не менее, социальный оптимист. Хотя я вижу, как ужасно жить на Земле сейчас. Я верю как-то в прогресс и в развитие науки. Меня возмущает астрология, потому что это типичный обман. Но еще 400 лет назад нельзя было сказать, что астрология лженаука. Потому что было неизвестно. У меня же, извините, когда гордо звучит, научный подход. Научный подход состоит в том, что нельзя приори ничего сказать. Астрология, то есть представление, что звезды как влияют на судьбу человека и так далее. Пока мы не знали влияние планет. Пока не было соответствующей статистики, почему же можно было утверждать? Нельзя было утверждать. И великие люди, Эльмир Кеплер, занимались астрологией. Но сейчас мы знаем, что влияние планеты человека столь ничтожно, что я на вас с гравитационным полем действует гораздо сильнее, чем в каком-нибудь Юпитере. Это абсолютный абсурд. Сделаны колоссальные статистические исследования. Взяли какое-то количество людей, ну, какие-то тысячи, я не знаю точно. Родившиеся с точностью, там, не знаю, до минуты, до секунды. С точки зрения астрологии, их судьбы должны совпадать. Посмотрели, полное расхождение. Астрология – это гнуснейший бренд. А знаете эти дурацкие советы на Мервисам? А вы знаете, сколько весов, скажем, я весы, поэтому я взял весы. Вы знаете, сколько весов на Земле? 500 миллионов человек на земном шаре весов, а им дают один и тот же совет. Это же абсурд. Ну, как человек, у которого есть хоть одна извилина, может верить в эту чепуху? А это пропагандируется в газетах. Вот я, видите, старый хрен, и с таким возмущением об этом говорили. Это боец просто. Просто потрясающе. Это в каком-то смысле, может быть, и смешно. Нет, это очаровато, по-моему. Может быть, и смешно. По-моему, очаровато. Я критически к себе отношусь, может быть, я и смешон. Виталий Лазаревич, а можно вот последнее? Вот позадавайте такие несколько глупых вопросов, но которые вот вместо ваших четырех у нас свои глупые. Там какая у вас книжка любимая, фильм, живопись, музыка, вот это вот то, что нам понятное. Что касается музыки, я очень не музыкален. Я не очень восприимчив, но в самом деле с уважением отношусь к музыке. Я, кстати, хожу в консерваторию в двух случаях. Либо концерт знакомых, либо хожу в день рождения Сахарова, кажется, 21 или 22 февраля, там устраивают концерт. Так что я вот два раза. Так, музыку поставили. Значит, раз музыкой я, значит, не музыкальный. Вы не музыкальный, да. Что касается литературы, то, поскольку я кончил семилетку, вы начнете опять этому издевать. Я к стыду своему былой и думы прочел, помню, в 30 лет. Хотя, может, это не так плохо. Молодому человеку, может, и неинтересно читать. Ну, в общем, я, конечно, знаю более-менее литературу. Но какая у вас книжка любимая? Ну, я не знаю. Вы меня спросите, что я конкретное читал, я не читал. Я думаю, что я более-менее знаю. Нет, я слышу, что вы читали, я спрашиваю, что вы любите. Ну, хорошо, Толстой или Достоевский? Ну, конечно, Толстой. Так, прекрасно. Пожалуйста, готов ответить. Пушкин или Лермонтов? Скорее Лермонтов. Вы знаете, когда я был молодой, мне очень... Лермонтов? Хотя я понимаю, что Пушкин более крупный, но Лермонтов уже очень молодым умер. Вообще, вот какой замечательный талант. И так рано умер. Это ужасно. Да, ужасно. Вот меня это, вы знаете, очень угнетает. Сколько людей, сколько людей таким молодым. Тоже жалко. Но Пушкин какой-то не такой... В общем, не знаю. Пушкин меньше. Я... Это связано, что я много о Пушкине знаю. Кстати, поэтому мне, может быть... Почитайте Вересаева. Я читал. Вы это читали? Конечно. Вы это читали? Не читал. Там все-таки есть такие вещи, которые как-то неприятно читать. Это жизнь. Она не понимает. Да, жизнь. Я это прекрасно понимаю. Ну, вот возьмите вот Блока. Почему я не очень люблю Блока? Я имел несчастье прочесть воспоминания его жены. Ну, знаете. Ну, пожалуйста. Давайте я прошу не любить Ландау. Потому что я прошла корочку. Я это более-менее понимаю, но это же внутреннее чувство. Нет, это никак не меняет моего отношения к Ландау. Нет, так я говорю, что Блок был плохой поэт. Я же этого не говорю. Я, например, очень не люблю Лили Брик, например. А омерзительная была, чётенька? Но... Скажу прямо. Как она писала, Владимир Владимирович? Мне Вероника Полонская кажется симпатична. Привези мне, конечно, привези мне, пожалуйста, автомобильчик. Желательно, пордик. Да, да. Это я всё помню. Потому что, видите, я всё-таки не такой уж серый. Прекрасно. Нет, для семи классов. Для семи классов это просто колоссальная удача, я вам скажу. Был великолепный уровень образования. А живопись вы любите? А вы знаете, начальность живописи у меня одно забавное воспоминание только могу сказать. Мы все, конечно, в Москве ходили в музей изящных искусств, по-моему, он назывался, на улице Кропоткина. Там импрессионисты были, всё такое. Я помню, я просто вам говорю впечатление. Какая дикость, эти красные цветы. Мне казалось, что это что-то выдумано. А в 47-м году я был в Бразилии на солнечное затмение. И там это всё. Понимаете, я же никогда за границей раньше не был там где-то. Там это все эти, это дерево, которое всё красное. Ну, и, конечно, мне хорошая живопись очень нравится. Вы любите импрессионисты? А вот чёрный квадрат, даже не понимаю, о чём речь. Что такое? Ну, чёрный квадрат, мне кто-то сказал, что там тысячи оттенков, я их даже не замечаю. У меня, кстати, плохо с глазами. Я не понимаю. Вот чёрный квадрат. Объясните мне, что это за великое искусство? По-моему, это жульничество. Ну, я тоже считаю, честно говоря, но я боялся сказать. Это та же астрология. Чтобы вы меня не считали совсем серым. Нет, нет. А кино вы любите? Да, в общем, да. Вот сейчас я был в Доме отдыха, посмотрел «Пианист». Мне очень понравилось. Пианист понравился вам? Очень понравилось. Замечательный фильм. А из русских фильмов? Кого из режиссёров? Ну, там в Шенкибе влезят журналисты, был хороший фильм. Да были хорошие фильмы. Замечательные фильмы. Наши вот друзей Фрида и Дунского. Ох, вот как не повезло, ребята. Ведь они 10 лет провели в тюрьме. И потом ещё были на, как это называлось, вечном поселении. И потом вот они, я помню, как они вернулись в 56-м, наверное. Ну, хорошо успели. Но Дунский был очень болен. Он покончил с собой. А Фрид, сомнительно, недавно умер. Хорошие были люди. Вообще много хороших людей, к сожалению. С тяжёлой жизнью. Это правда. Но вы же оптимист в целом. Вы же оптимист. Я сам не пойму, я в каком смысле оптимист. Может, по глупости. Вот вы меня критикуете. Но как мне быть уверенным в себе, когда я, идиот, много лет не понимал, что происходит в стране. Я, как следует, более-менее прозрел. И то не до конца. После речи Хрущёва. И я почти сошёл с ума. Вы знаете, я начал просто беситься. И это, кстати, привело. Ну, хорошо, я уже был членом-корреспондентом, всяким кавалером всяких и так далее. А то бы тоже сел, потому что я начал всюду кричать. Мы с женой смотрим. Многие знакомые перестали с нами иметь дело. А потом один из них рассказал. Их уже тянули в КГБ, чтобы узнать, что там Генсбург болтает. Но, к счастью, я иностранцам ничего не имел, никакого дела. И потом я никаких заговоров действительно не делал. Но мне было страшно, страшно. И мне счастлив. Мне жутко стыдно, что я был таким идиотом. Жутко стыдно. Но вот факт. Вы знаете, я до сих пор не понимаю, если говорить откровенно, я не понимаю, почему невозможен коммунизм с человеческим лицом. Мне кажется, прекрасная идея. Как-то уравняем, будем заботиться. Но опыт показал. Вы понимаете, вот что такое научный подход. Это тогда называлось критерий практики. А на самом деле вся наука на этом основана. Что вы знаете, что вот нет, нет, не выходит. И это показывает, вот критерий практики показывает, что коммунистическая система недопустима. Тоталитаризм ни к чему хорошему ни в коем случае не приводит. А я вот говорю, что я не понимаю, почему. Казалось бы, почему не сговориться, не сделать все хорошо, не распределиться. Потому что сговориться нельзя. Толстой понимал. Вот здесь я цитирую Толстого. Толстой все прекрасно понимал. Вот тут вы где-то найдете там книжки против, статьи против коммунизма. Он понимал, он говорит, ну вот вы считаете, что нужно распределиться на смену старым, так сказать, господам придут новые, а обездолить простые народы они тоже сумеют. Буквально как по нотам. То, что писал Толстой, произошло у нас. Потому что равенства нет в природе. Я только хотел сказать, что я до конца этого так и не понимаю. Вы считаете, что мир состоит в большинстве из кого? Нет, я в общем о людях не такого плохого мнения. Конечно, широкий диапазон. Но люди очень хорошие или плохие? И хорошие, и плохие. А умный ли был? И такие, и такие. А кого больше? Скорее, больше дураков, к сожалению. И неверсных людей. Вы знаете, кстати, замечательная цифра. То есть не замечательная, а ужасная. Я где-то вычитал. Сейчас население Земли 6 миллиардов человек. Кстати, немножко насыщение. И вот это одна из надежд, я надеюсь. Я сейчас вам скажу кровольную мысль. Но до этого хочу сказать, из этих 6 миллиардов, 1 миллиард не умеет ни читать, ни писать. Я надеюсь на прогресс человечества. Один из пунктов, на что я надеюсь, на развитие науки, конечно. А кроме того, на постарение населения. На то, что средний возраст будет лучше. И вот тогда будет лучше жить. Тогда будет меньше плохого. Почему? В силу одного известного, известной французской, не знаю, или поговорки, или выражения. Если человек в 20 лет не коммунист, значит у него нет сердца. А если он в 50 лет коммунист, значит у него мозгов нет. То есть вы хотите, чтобы люди жили до появления мозгов? Вот именно. Я считаю, что в 2 раза на грабли все-таки не так наступишь. Я считаю, что то, что средний возраст населения будет повышаться, я считаю это положительным фактором. Хотя понимаю, что, кстати, вот эта погоня за молодыми, кстати, вот это и сейчас нам важно, что жуткая паника, молодежь уезжает. Я, конечно, за молодежь. И, кстати, действительно, великие совсем идеи, действительно, у молодых гораздо больше шансов их сделать. Но вот когда говорят о науке, что вот такой ужас, что человек стареет, так и так далее, это во многих, во-первых, во многих дисциплинах это вообще неверно. И, кроме того, ученый не физкультурник и не артист балета. И поэтому он может работать. Ну, трудно на себе создаться. Мне, Слава, 88 лет, а я могу написать лист за день. И думаю, что не просто билиберды. Потому что почему я должен меня еще в расход взять? Я и сам умру. Ну, а в 60 лет это вообще молодой человек. Ну, так, Виталий Лазаревич, вы скажите, вообще с человечеством все будет хорошо или... Вот я все-таки верю в прогресс. Вы не представляете себе, опять это невежливо, но вы не представляете себе, как быстро развивается наука. Потрясающе. Вот этим объясняются все эти предрассудки. Этот теизм, скажем. Это же все следствие, что человеческое сознание гораздо медленнее движется по сравнению с прогрессом знания. Ой, я хочу быть ученым. Мне бы вашей заботы. Нет, я ученым хочу быть. Это очень интересно. Вот это вы хорошие. Вы знаете, я молитву придумал. Да? Да. Какую? Благословен Господь, что сделал меня физиком-теоретиком. Я все понимаю, надеюсь, что я когда слушала Виталия Лазаревича, замечательного, прелестного, чудесного, очаровательного, гениального и так далее, я при этом смотрела на него и с некоторым вот этим женским умилением к высшему, да, умилением и сочувствием к волшебному и непонятному большому мужскому уму, да, который вызывает при этом такую материнскую снисходительность даже в самой глупой женщине. А что, нет? Я понимаю. Вот. Позволили себе. Да. Я слушала и думала о том, что ученые решительно не могли бы управлять миром, потому что их представления о человеке до такой степени стройны, логичны, последовательны и просты на самом деле, а человек настолько сложнее, путаннее и необъяснимее, да, что вот отсюда и берется, вот казалось бы, но ведь так просто понять, что 500 миллионов людей, родившихся в одну и ту же минуту и так далее, что не может быть у них одинаково. Не может быть у них одинаковая судьба. Зачем им тогда читать эти самые астрологические прогнозы? А нет, почему-то читают. Потому что помимо логики, разума, рацио и так далее и тому подобное, в человеке есть странное, кривое и совершенно, как это сказать, такое булькающее подсознание, которое ученые люди как-то не учитывают. В этом смысле, наверное, надо говорить о том, что наука есть часть знаний. Есть знание не лженаучное, а не научное. Оно лежит за пределами знаний верифицированного. Ну, для самого простого примера, например, повторить сон нельзя. Да, не повторится сон. Сон будет каждый раз другой. Но, тем не менее, он есть. Существуют знания, которые работают по другим законам. И что с ним делать, непонятно. Я вам как раз про это и говорю, что вот именно я себя представила, как Виталий Лазаревич стал, я не знаю, во главе страны. Нашей любой, неважно. И ему кажется, что ведь так просто все устроить разумно и хорошо. И вот он вместе со своими коллегами-физиками сел и начал это устраивать. Оно ничего не будет работать. Ничего, никакие из этих четких, логичных и правильных представлений в итоге не оправдаются. Нет, я просто представила себе правительство ученых. Ну что, правительство ученых. Так. Если бы им хватало своего разума решить, что есть области, в которых они не залезают с ногами, а оставляют их, как они есть, так, может быть, было бы ничего хуже, когда правительство не ученых. Нет, это я... Или безумных.